Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Эдисон. Добро пожаловать в наше прохождение игры GTA V. Мы проходим сюжет этой замечательной игры и что мы будем делать в этой серии. Мы, наверное, знаете что? Попробуем контрабанду поперевозить. Потому что в предыдущей серии мы купили себе аэродром, да? Мы вроде себе купили. И будет не очень хорошо, если мы его себе купили и просто-напросто не будем его использовать. В чем смысл, да, ребята? Поэтому давайте мы, наверное, поедем туда, где мы его себе прикупили. Хотя, если честно, не представляю, где он. Ага, вот тут финику... Нет. Финикулер нам не нужен. Вот он, да? Ага, вот он. Да, вот он. Потопали. Потопали сюда. Замечать. Сколько нам там осталось? Нам осталось 700 лет, а в принципе вот этот аэродром находится вообще очень ряда возле нашего дома. Поэтому мы даже много ехать тут не будем. То есть это много времени не будет занимать. А вот мы уже практически доехали. 400 метров осталось. Дождик какой, знаете? Вот это тоже пустыня. Это, если честно, вообще редкое явление. Но очень приятно вот так смотреть. Вообще, знаете, дождик в группе. Да, очень такой красивый. И очень нравится, если честно. Мы туда приехали? Ага, сохранятся самолеты. Ага, значит, ребята, мы не туда подъехали. Вот там самолетик классный. А где наши самолеты? Вашу мать! Ух, охренеть, у меня залагало что-то. Опа, опять залагало. Где наши самолеты? Ха, охренел, знает, если честно? Хм. Я не знаю. Вот. Па, вот, вот, нашли. Вот. Сколько там у нас осталось? Ух ты, нахрен. Три. Здесь будут купли на госполе. Ага. Ну, три километра, это действительно очень много. Поэтому давайте, ребята, как мы только туда доедем, я вас обновлю. Видео. Потому что действительно туда очень долго ехать. И не все хотят, наверное, это видеть. Ну, вот, 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 вот. Мы уже вроде сюда доехали. Вообще, разрушаем наше имущество, можно сказать, потому что наш аэродром. Так, ну, давайте сначала на баги попробуем. Что это вообще такое? В детской машинке. Мы заберем груз на таких машинах. Скоро самолеты сбросит товар рядом с домом на кулесах. Ага, давай быстрее, идти, дирижение, 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 дирижение. Ладно. Ага, точка сброса, вижу, отмечено. Ух ты, нихрена себе, там еще и на время. Там еще и нафиг на время. У нас минута. Минута, чтобы туда доехать. Да вы вообще нахрен с ума сошли. Ну, в принципе, вот эта машина, ну, можно сказать, баги, да, как это называется. Она вроде все же быстрая, но... Хотя, в принципе, да, мы успеем доехать. Тут уж так очень много, знаете, я думал, прям охренеть, сколько нужно будет ехать. А это оказалось очень даже быстро. 40 секунд у нас еще даже осталось. Подберите груз. Дальше. А, это все? Ну, это как бы, знаете... Ублюдки не узнали, ага. А, блюдки не узнали. Это, знаете, это просто, наверное, только первое задание, чтобы нам вообще... Ух ты, нахрен. Я даже не заметил вот этот пенек. Это первое задание, да, чтобы как бы не усложнять. То есть нам показали... Это как бы обучение, могу сказать, да. То есть доехать туда, забери груз, вернись. Как бы, наверное, вот так нам не нужно будет... А, потом вот это все делать. Дорога слишком опасна. Ни хрена себе. Дайди тебе в жопу. Нормально тут на дорогах мы нормально взяли и нормально доехали. Так. Пройдена. Наземная контрабанда. Ух ты, ну тут круто. Подобранный пистолет. Нормально, 5000 баксов нам дают за вот такое. Круто. Да, давайте сохранимся. То есть, смотрите, ребята, мы выполнили вот эту хренотень на баги. Давайте сейчас выполним на самолете. На самолете будет, конечно, намного интереснее и, в принципе, намного сложнее. Потому что на самолете, по сути, сложно летать, если честно. Радарозащищенная радио 7. Как будто школьный корпус, мусуль. Зволь не привлечёшь внимание, следёшь за поклонника легкой авиации. Ага. Доставим. А что нам нужно делать? Сбрасывать брус? Да, так, убираемся с шасси. Я вот это ещё помню, ребята. Я ещё помню, что тут шасси есть. Ну, очень хреновое управление самолёта. И это, в принципе, понятно. Потому что, посмотрите на погоду. Я прям, знаете, какой-то гей. Целевознать сигналинги дыма. Ага. То есть, я прям какой-то гений, наоборот. В каком смысле? А в том, что я собрался доставлять груз на самолёте в такую охрененную погоду. Да, то есть, самая лучшая погода в мире. Так что, наверное, нравится. Здесь брон и озон в пределах этой зоны. Ага. Я, правда, действительно, ребята, какой-то гений. Да, то есть, выбрал доставлять груз в такую охрененную погоду. То есть, меня так коломутит, знаете, стороны в сторону. Это очень напрягает. Так, я убавляю скорость. Очень большая турбулентность. Очень большая. Попал. Деливер. Он так сказал как-то? Так. Ну, ладно. То есть, туда мы доставили. Сейчас можем взлетать на большую высоту. Нам далеко лететь. Ух ты. Я прям... Ага. Я прям загружил самолёт в воздухе. Охренеть. О чём я вообще думаю? А, то есть, смотрите, у нас есть 4 груза. И нам нужно доставить 2. То есть, 4 груза, а нам только нужно 2 доставить. То есть, если мы один раз не попали, у нас есть ещё одна попытка на каждое доставление. Да? Если мы 2 раза не попали, то мы уже, можно сказать, не пройдём. Потому что по 2 пакета на каждую доставку. А доставки 2. Поэтому нужно тоже рассчитать, да? Охренеть, ребята. Вот эта погода. Может, ну, как бы вам это 100% что незаметно. Оно прям очень колбасит. Прям очень, знаете, вот так кидает со стороны в сторону. Это очень у меня заметно. Вот, в принципе, вы даже можете вот это заметить. Доставил? Я же доставил. У-у-у-у! Чик-чик! Не говорю, что я не умею управлять этой хреновиной. Ух. Ну что, пытаемся ещё раз. К сожалению, задание нужно заново выполнять. С самой первой вот этой точки сброса. Это, ну, хреново. Потому что это, ну, может, надоест. Я в такую погоду как раз выбрал вот это проходить задание. Что прям охренеть можно. Я прям, знаете, умник прям. Не то, что даже умника. Ну, сейчас сбросил. Сейчас сбросил нормально, но... Вторая точка сброса, она прям такая, знаете, слишком какая-то. Уж прям замудрённая. Но сейчас давайте опять попробуем. Идём. Идём туда, ребята. Подлетаем мы туда. Я надеюсь, я не разобьюсь. Я убавил... Убавляю скорость, чтобы не разбит. В смысле, чтобы... Ну, иди... Во! Круто. Возвращайся домой. Совершите посадку на аэродроме, ребята. Ну, давайте попробуем. Возвращайся домой. Оскар Кейондэ, компадре. Эй, я не знаю, что ты говорил настоящий язык. Дамуна Мамада. Дьяма Мамасита. Да, чувак, чувак. Ты даже знаешь, что ты говоришь? Я научил всё, что я знаю, от каких-то красивых женщин, просто вверх сочетаниями. Аааа, хасно. Ладно. Очень будет круто, если мы ещё сейчас разобьёмся, да? То есть, выполнили задания, ещё прилетим туда и разобьёмся. Будет прям замечательно. Но, я надеюсь, этого не случится. Уже вроде погода сейчас лучше становится. Чтобы выпустить шасси. Ну, это я знаю, это я знаю. Мне просто нужно найти точку, где у нас... Где у нас... Так. Ну, не идеально, конечно же. Но, я просто, знаете, беспокоиться о том, что сейчас еще и разобьемся. Но все же нормально. Просто мы так приземлились, знаете, прям стукнулись. Ну, норм. Пройдено. Замечательно. Ага, 7 кусков. 7 кусков. Нормально. Сохранимся, да? А, нет, 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 нет. Не заводись, не заводись. Не нужно заводиться. И сейчас, когда мы прилетели, стала отличная погода. Прям логика, знаете. Наша машиночка. Так. Давайте еще... Лос-Санта с дешевой одеждой. Тату-сососа. Тату-сососа. Сейчас мы, наверное, поедем... Опа. Вот туда. Вот сюда. Сейчас мы давайте еще поедем к китайцу. Потому что, мне кажется, это еще быстро заканчивать. А китайцы это как бы... По сути... Основное задание, да? То, что сейчас мы выполняли, это даже не дополнительное. Потому что дополнительное... Вы видите вот эти знаки вопроса на карте. Вот это дополнительное задание. А вот это были, в принципе, дополнительные и дополнительные задания. Да? Чтобы просто-напросто бабло себе... Ну... Добыть, да? У нас 32 куска. У нас вроде там было 150 чем-то штук. В предыдущей серии. Но мы купили себе вот этот аэродром. В принципе, мы на нем уже заработали больше, чем 10 кусков. Да твою мать! Я думаю, это разрушить можно. Если мы дальше на нем так продолжим подниматься, то это, если честно, очень круто. Потому что по 10... По 15 кусков за 2 задания это нормально. Поэтому у нас сейчас 30 тысяч. Сейчас мы пойдем на... Сюжетные задания, да? Где нам нужно вообще... Сюжетку выполнять уже нужно бы. Потому что, можно сказать, мы еще даже толком никуда не продвинулись. Хотя мы уже прошли первые ограбления. Но мы только недавно познакомились с Тревором. Ух ты нафиг! Эти камни... Я же забываю, что тут... Что тут... Пустыня, тут много вот этой всякой хрени. И нужно поаккуратнее ездить. Ага, то есть... Охренеть, мы прям заехали, ребята. Смотрите, даже тут выехать нельзя. Ага, ну тут уже можно. Замечательно, тут мы уже выехали. И пока я разговаривал, мы уже практически доехали до этих китайцев. Мы уже тут, можно сказать. Сейчас направо заворачивай, да? Направо и налево. Вот так. Выходи. Ох, какая машинка болотная, да? Можно и так. Ну, не прям болотная, но все же. Ты уверен как хрень или один дурак, ингрид, белый треш-хилл-билли, Уаллес? Ты верно! Ченг, распространение. Пойдем отсюда и поговорим о тарганах. А это что, за песня новая какая-то? Я думаю, что я доказал, что моя организация может обеспечить вес. И я думаю, что я доказал, что моя организация может обеспечить цену. В общем, это вы, и я. Ну, дай мне что-то, 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 что-то. Я боюсь, что мы хотим идти по другому пути. Что? Мы хотим обеспечить другие возможности. Это плохая. Ты плохая. Я хочу, чтобы я помогал вам. Что-то, что-то. Ух, жопа вам! Субтитры создавал DimaTorzok И жопа вам! Он придет и вам пожмет ваши руки Или оторвет ваши руки Опа, кто-то звонит Звонит Опа, проехал О, я уже еду, я уже еду Дэйл, 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 все из нас Начинай писать эти названия на Томбстон Потому что я на дороге в твоем лабе И мы увидим, как много фамилий-мех-бизнеса Ты получил, когда я закончил Жопа вам, чуваки, жопа Жопа вам, жопа Жопа вам, жопа Мы уже приехали, ребята Приготавливайтесь к большой разборке Так Займите позицию на холме Занимаем Ферма где? Она там за холмом, да, вроде? Ну, да, вот она А, они уже приготовились все такие настроенные, что сейчас порвут Тревора Ага, но не то ли было Тревора они порвут Чего вам Тревор по пули в лоб засадит и жопа вам А их реально куча Ух ты охренеть! Я даже не знал, что у Тревора столько пушек так двоих мы только так застрелили троих двоих одним выстрелом ребята вы в курсе что я даже еще с холма не спустился как я уже всех просто этот стоит ему по меня уже всю его семейку перебил вы в курсе ребята что я даже не успел с холма спуститься как я уже всех наверное уничтожил так калашик ну что паскуда вы где где вы паскуды идите-ка вы сюда я уже некому тут идти потому что я уже всех просто-просто убил мне это кажется да мне не так кажется так оно есть но в доме еще миллион процентов кто-то будет но я всех побивал уже на улице а да в доме еще конечно в доме еще много людей вы заметили что у меня прицельчик прям как в кэске я себе такой сделал мне кажется такой удобнее чем мы в кружу . вот это я не знаю так где ты паскуда ну дома их реально очень много маски шапки там есть кто-то и мне показалось ну вроде показалось нужно быть поаккуратнее потому что что у нас практически даже убили вот часть ребят да че бать жопа вам жопа вам ребятушечки там еще есть кто-то есть их там еще дохрена главное чтобы вот та паскуда вот этот чувачок опять с дробовашом не вышел потому что у нас страница ваншот ну то есть с одной пули может сказать нас убил а вот вот башка твоя торчит так ну вроде больше никого тут нету значит нужно в подвал идти а подвал у нас где так уход это самая крутая часть поехали ребята у нас бензин вроде бесконечный как я понимаю и нам нужно выйти на самую улицу выливая вот этот бензин и это прям еще охренеть какой взрыв будет смотрите нам даже показано куда нужно идти это один тревор один который перебил на хрен фиг его знает сколько там ребят и я то я даже не успел зайти в дом увидели ребята что я даже не успел зайти в дом как я уже со снайперки там уже перебил хрен знает сколько людей бензин 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 так мы уже мы уже ребята практически закончили вот это о стреляем поехала 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 жопа жопа это будут домишки так а за нами еще наверно будут куча отойдите подальше от верны ну наверно с нами еще будут вот те братья ездить которые там остались и нам нужно будет с китайцами ехать потому что они вроде навстречу к ним поехали да а нет выполнено единый лабиринт выполнено ребят ну все охренеть вот эта штука она такая быстро а что там на карте показывает смотрите видите такой кружочек беленький на карте показывает я не знаю что это но принципе мне кажется что это мы уже будем выполнять в следующей серии потому что много всего в одной серии тоже не очень а то же не очень круто на этом ребята мы уже будем заканчивать ставьте лайки подписывайтесь на мой канал если хотите больше это опять давайте наберем 100 лайков и сразу же выходит новая серия вот прям ребята честно как только мы набираем 100 лайков на вот эта серия это в ту же секунду выходит новая серия вот прям обещаю вам вот там ребята честно обещаю вам потому что ну когда выходит серии зависит только от вас я вот это вам уже много раз говорил поэтому ребята наберем 100 лайков выходит сразу новая серия оставляйте также свои комментарии не стесняемся их оставлять потому что я очень люблю когда много комментариев это очень круто я стараюсь читать их всех ну конечно только адекватные комментарии для которые мне понравятся и также пытаюсь на них всех ответить еще раз ребята всем спасибо за просмотр всем удачи всем пока пока-пока